Здравствуйте, уважаемые телезрители! В любом случае, у вас этот клуб не так давно работает, можно сказать, он такой у вас молодой, и поэтому зрители у нас о нем знают очень немного, поэтому интересно будет узнать о нем поподробнее, чем вы занимаетесь, когда открылись и в чем ваша цель вообще. Даже не знаю, как сказать, полтора года это молодой или немолодой клуб, потому что... Ну, не юный, но еще молодой. Ну, да, но еще не взрослый, действительно, потому что вот киноклубу полтора года, он был основан в апреле 2015 года, и, конечно, все развивалось поступательно, постепенно, и я считаю, что мы уже достаточно выросли для того, чтобы проводить такие очень масштабные массовые мероприятия, и в этом году, этим летом впервые мы собирали по 200, по 300 человек, и это было очень приятно и радостно, потому что аудитория единомышленников, она, получается, может быть такой большой, и это вдохновило нас на дальнейшие интересные планы, которые пока не буду раскрывать, потому что мы только готовим, это дальнейшие, ну, почти на год планы киноклуба. Ну, расскажу о прошлом, как он возник, и что было, что было интересного. У нас были, было очень много, почти каждую неделю, а иногда по 2-3 раза в неделю, показы, которые собирали, ну, по 20-30, иногда по 50-60 человек. Что вы показывали? Да, расскажу. Мы показывали в разных местах и очень разные фильмы, то есть принцип киноклуба такой, что любой может предложить свой фильм какой-то и предложить тему для обсуждения. Ну, например, у нас девушка-акушер-гинеколог предлагала фильм, действие которого происходит в больнице. То есть киноклуб — это скорее сообщество для общения, для взаимодействия, для такого вот взаимодействия людей, которые друг с другом не близки, может быть, родственными узами. У нас ведь это самое главное в Казахстане — родственные узы, и вся коммуникация между людьми происходит вот по вот этим вот родственным каналам. Может быть, просто как бы еще другие узы не были открыты в Казахстане, поэтому самые близкие считаются родственными, но по мере возникновения подобных клубов по интересам, и когда люди начинаются прикасаться друг с другом не только родственными связями, но и какими-то интересами, и в том числе интересами кино, это является каким-то новым открытием среди вот нашего социума, да? Ну вот попытались, и действительно получилось. То есть люди готовы, рады дружить с теми, кого они не считают родственниками, да, то есть буквально людьми с улицы, то есть когда встречается тот же акушер-гинеколог с, например, промышленным технологом и начинают вести беседу, это очень интересно. То есть принцип киноклуба очень прост. Мы смотрим фильм, предварительно мы можем, например, назначить спикера, то есть человека, который, ну, расскажет что-то о фильме предварительно, о режиссере. Может быть, не обязательно о фильме, кстати, может быть, и о своей профессии. Вот. И после просмотра мы обсуждаем. Ну, по принципу, может быть, как на передаче Гордона, вы знаете, да? Да, да, да. То есть, ну, единственное, что, ну, это все происходит оффлайн, я называю это так. Вот. И проект киноклуб, я так и называю, социокультурный проект оффлайн формата. Сложно звучит, но на самом деле все очень просто. Не хотели бы перейти на какой-то новый уровень, на уровень телевидения? Возможно, у нас на Рико ТВ, во всяком случае, каждый раз мы показываем какие-то фильмы. Может быть, создать какую-то свою рубрику, может быть, какие-то идеи и проекты. Это предложение? Это спонтанно только что вот в голове возникло. Ну, это было бы здорово, согласитесь? Да. Ну, это и вопросы, и предложения. В принципе, довольно интересная идея, затея для нас вполне новая, потому что дело в том, что у нас есть кинотеатры, у нас есть тарелки, у нас есть интернет, у нас есть видео. У нас нету круга общения, в котором можно было обсудить тот или иной фильм именно с теми людьми, а не просто с людьми близкими из семьи. Кому-то нравится фильм, кому-то не нравится, кто-то встал и вышел. Сейчас у нас, в принципе, передача информации, это дело сугубо индивидуальное, и каждый подбирает под себя то, что ему интересно. Вот поэтому мне интересно, кстати, этим летом, что за фильмы вы смотрели, что за тематика была и как завершился сезон? Ну, лето началось у нас поздновато, 9 июля, но это было связано с разными событиями, и началось довольно-таки интересно с дождя. А задача была на это лето сделать показы под открытым небом. У нас такого не практиковалось в городе. Ну, кстати, киноклубские показы под открытым небом вдохновили очень многих на вообще события под открытым небом. Вот, и мы начали смотреть это на берегу Октябинского водохранилища, планировали смотреть и на площади перед филармонией, и в парке в центре города, но связано было там с временем просмотра, то есть темнеет в 9 часов, там даже нет, в 10 часов, а шуметь нельзя уже после 11. Поэтому мы остались за городом и собирали вот как раз там по 200-300 человек, и было очень интересно, потому что мы первые два фильма выбирали сами. У нас есть команда как бы администраторов киноклуба, в том числе и я там, и затем мы открыли голосование. Вы не представляете, это здорово, когда существует такой демократический выбор фильмов. И мы смотрели фильмы, которые предпочитает Октябинская аудитория. Самым первым и самым популярным был фильм «Неприкасаемый 1 плюс 1» про парня из простых из низов, который стал работать с аристократом во Франции. И у них они были очень разные, противоположные, у них как бы получилась дружба искренняя и абсолютно не связанная ни с каким социальным расслоением. Вот самый популярный фильм в Октябинском киноклубе. Вот чаще всего на Западе, да, есть такие клубы, и чаще всего я слышу о том, что кино, которое просматривают, они, как правило, авторское. То кино, которое не выходит на широком экране, и такие клубы становятся традиционными, и туда не каждый входит. То есть клубы по интересам. Мне интересно у нас в Октябинске, что предпочитают члены вашего клуба? Авторское кино такое, независимое, индивидуальное, или же массовое кино, блокбастеры? Ну, дело в том, что киноклуб очень открыт всем, и получается, если есть какой-то участник, который предложил авторское кино, он оповещает об этом нас всех, и приходит та аудитория, которая придет на этот фильм, на этого режиссера. И у нас эта линия тоже есть, «Артхаус». Она у нас есть, и она нам всем очень нравится, ну, по крайней мере, организаторов. И при этом мы можем смотреть массовое популярное кино. То есть нет абсолютно никаких строгих таких ограничений, вы не войдете в наш клуб, нельзя, такого нет. По четвергам мы смотрим только старое советское, да, в пятницу лучше блокбастеры. Бывает и такое, мы, наоборот, хотим сейчас в новом сезоне сделать по программам, может быть, по дням, как-то вот более... Распределить, да. Распределить аудиторию действительно, потому что мы все лето смотрели, допустим, вот такие популярные семейные фильмы, да, вот комедийные. Действительно просто популярные, и не хватало, конечно же, артхауса, не хватало авторского кино. Но за лето еще было здорово, что у нас было три встречи с представителями вот этой авторской культуры, да, то есть когда есть творец какой-то, с которым происходит беседа, у нас была встреча с молодым режиссером Асио Испаевой. Она из... ну, родом из Алматы, но она здесь заканчивала школу и творческие всякие училища, в том числе музыкальные. И она учится сейчас в Казани на режиссеры и уже завоевывает призы на фестивалях, на кинофестивалях. Приятно, что это наша как бы соотечественница. Вот, также с молодыми режиссерами из разных городов, в том числе из Астаны. И к нам приезжал гость, специальный гость из Москвы, человек, который уже много-много лет, десятки лет озвучивает немое кино, причем с разрешением правообладателей, там, все такое, и пишет авторскую музыку к ней. Я говорю сейчас о Сергее Летове, у нас был концерт 7 августа, просмотр фильма плюс концерт. Вот такие интересные вещи. То есть мы разделяем по программам. Спасибо. Спасибо вам большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была руководитель Актюбинского киноклуба Алия Бердегалиева. Спасибо вам большое, а также успехов, ну и как можно больше членов вашего клуба. Спасибо вам большое. До свидания.